Грандиозным парадом открылись новогодние елки в Старом Осколе. На площади Победы фестиваль Морозфест. В одном месте собрались десятки Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Не один, а сразу десятки зимних волшебников вышли на Площадь Победы. Такого количества Дедов Морозов сразу в Старом Осколе еще не видели. И двух одинаковых здесь не найти. Дед Мороз со Снегурочкой, Дед Мороз со Снеговиком и даже Дед Мороз с полицейским жезлом. Первый новогодний Морозфест собрал на Площади Победы более 70 участников. Здесь можно было увидеть живую елку Водянова, Барбоскина. Среди участников в основном детские сады и школы. Очень бы хотели, чтобы это мероприятие прижилось, стало традиционным. И на следующий год у нас уже появился Дед Мороз Металлург, Дед Мороз Горняк, Дед Мороз Строитель. Коллектив 36-й школы выделился с зарубежным дедушкой Санта-Клаусом. Правда, он был не один, а с нашей Снегурочкой. Мне нравится Санта-Клаус. Это настоящий Дед Мороз. Шили костюм, делали посох. Шили все остальное, только очки забыли. Главный Дед Мороз прибыл на праздник в повозке. С детворой он водил хороводы, играл, пел и веселился. Ой, Мороз, красный нос, весь мир забываем. И тебя, Дед Мороз, в гости приглашаем. Даже вечно вредная Баба-Яга в этот раз довольна праздником. Очень замечательный праздник, организация хорошая, людей много, детей много, всех настроение праздничное. Да это здорово. Вот пускай всегда, каждый год так и будет. Вы представляете, все смотрят. Это так интересно и столько впечатлений. Мы танцевали, делали зарядку и пели. Очень много Деда Морозов и очень большая елка. Новогодние елки также откроются на площади у Комсомольца, улицы Хмелева. Что же касается главной ночи в году, то вместо традиционного салюта в 2 часа ночи, 1 января, Староскольц увидят лазерное шоу на здании бизнес-центра. Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.